Всем привет! Я вот приехала на свою вторую работу, New Diamond, что-то там. Вот, сегодня у нас показ ювелирных украшений в красивых платьях. На мне будет куча-куча бабла, и это всё только на 5 минут. Вы посмотрите на эту бюсту. Это же капец! Нам говорили, что нас будут кормить европейской едой, а не одним бургером из KFC. Спасибо за заботу. Ребята, это какой-то капец. Я просто в шоке. Позавчера я легла спать в 3 часа ночи. Потом наши ребята пришли с вечеринки в 3.30 где-то и начали орать очень громко. Они меня разбудили. Я терпела, терпела, терпела. Минут 20. Там было очень громко. В итоге я им написала в общий чатик, типа, ребята, няш-мяш, пожалуйста, давайте потише, потому что всё-таки 3.38 ночи. Они сказали, да-да-да, хорошо. Потом в итоге всё равно продолжили орать. В итоге я потом так и не уснула до 6 утра, проснулась дико злая. В итоге сейчас я приехала на фэшн-шоу. А, а вчера они писали в чатик, что приходила полиция. Стучала в дверь, а они не открыли дверь. В итоге я приехала на фэшн-шоу. И они пишут нам в чатик, э-э-эй, нас забрала полиция. Класс, не возвращайтесь домой. Классно, ребята, спасибо большое, что я не спала вчерашнюю ночь. И ещё сейчас я не могу вернуться домой, потому что меня могут загребсти полиция за то, что я не делала. Вот, так и живём. Вот у нас шоу в 8 часов начинается. А нас сюда пригнали в 9 утра. Сказали вот уже переодеться в платье. Потому что у нас генеральная репетиция. Надо-да-да, покрутись, жули-мая. Генеральная репетиция, прогон, всё, правда, без украшений. Шоу вряд ли получится снять, поэтому хоть репетицию вам показала. У нас тут фэшн, смотрите, как. Фэшн и фэшн. Носочки. Нам выделили аж 15 РНБ. Аж это в переносном смысле на обед, поэтому мы будем заказывать еду с Макдональдса. Я решила заказать себе хэппи ню. Потому что в Киеве как-то стыдновато немножко заказывать хэппи ню. А тут прям нормально, будет у меня китайская игрушка. Лариса. Я, Лариса, в буфете. Мне принесли мой... Смотрите, какой. Так, ну картошка, это понятно. Чистбургер, это понятно. Меня интересует, где моя игрушка. Где моя игрушка? Там, да? Так, это мой кофе. И посмотрите, там только картошка и гамбургер. И какая-то штука. Какая-то китайская ерунда. Зачем мне эта китайская ерунда? Если я хотела революшку. День не задался. У нас очень красивая сцена. Мне абсолютно нравится. Информация по аресту наших ребят. Говорят, что все-таки возможно это не из-за того, что кричали. Потому что их там держат уже весь день. Их забрали в 11, а сейчас уже сколько? 4. Их до сих пор там держат. Вообще непонятно, что происходит. Что за эти лебеди? Не как мужики. Жерухи. Где китайцы? Только что спрашивают, а сколько тебе лет? Говорю, угадайте. А этот говорит 20. Это говорит, ну я думаю 16-17. Такая, что? Спасибо большое. 20-15. И такие, что? Может они просто, конечно, думают, что такие старые какие они работают уже? Но нет. Я работаю. Хуже холодного чизбургера. Не знаю, что может быть. Только ведро лука, которое я не люблю. Реально не знаю, что происходит. И их отпустили, но они там весь день сидели. Возможно, приехала полиция из-за того, что они шумели, но потом проверили. Там что-то оказалось, что мы что-то не зарегистрированы. Нас должны были зарегистрировать в этой квартире. Там что-то сказали, что они должны теперь... А, их там зарегистрировали, нам сказали, чтобы мы не возвращались домой и что мы должны переночевать где-то, потому что по факту они там зарегистрированы и там больше никто жить не может. Поэтому я вообще без понятия, что делать. Я в 9 часов оканчиваю работу, только... У меня как бы есть знакомая Мила из КПИ, но, блин, у меня там все вещи. И вообще, что происходит? Они сказали, что надо заплатить какой-то штраф. Штраф на одного человека 5000 R&B, это 20000 гривен. Короче, я немножко в офигевании от происходящего. Недолго музыка играла. Короче, я только что позвонила уже менеджеру. Они сказали, что я домой могу вернуться. Но, скорее всего, 99% вероятности, что мы завтра будем менять апартаменты. Три человека, которых не было сегодня в апартаментах, когда пришла полиция. Вот. Поэтому мы будем переезжать в другую квартиру, походу. Принесли нашу супердорогую ювелирку, которая стоит много-много денег. How much it cost? 300 тысяч юаней? 300 тысяч юаней. What do you have for me hold the jar? Все в перчаточках, видите? Видите, что Бестель вдруг бриллиант отколется? Его было видно. А бывало такое. Я один раз участвовала в показе ювелирки. Мы прошли показ, а потом обнаружили, что в некоторых украшениях подпадали камни. Вот так вот. Тот случай, когда на тебе висит 300 тысяч баксов, а ты покупаешь в метро проездной, пополняешь карточку на 175 гривен, потому что тогда жетоны не по 4 гривена получаются, а по 350. Правка. Не 300 тысяч долларов, а 50 тысяч долларов. Так мало вообще. Как они могли на такое на меня повесить? Могли бы постыдиться. Я шучу. А вот это стоит 300 тысяч юаней. Так, а вот это ты спросила, сколько Джоли моя? Нет пока. Надо узнать. Узнает. Ну, вода заработала. Ну, опять. О, работает. В это здание, я думаю, вбуха на несколько сот миллионов долларов, потому что здесь все очень дорогое. А, блин, банально мылка положить не могут. Ну, что это? Тут так офигенно, все даже в туалете. Смотрите, смотрите. Привет! Вот, к примеру, лифт. Вот это вот кнопка для лифта. Это, наверное, где-то как Матисс стоит. Опа-ча! И сразу приехал. Технологии, где ты? Где ты? Вот этот? Да. Давай, открывайся. Сезам. Опа-ча! Ты все сильно. Посмотрите, мрамор. Мрамор! Сенсор. Сенсор, да? Ой, я хочу купить. Класс! Ой, класс! Ой, я здесь понажимал. Ух ты! Короче, мы закончили работу. Сейчас я иду кушать, потому что за день ничего нормального не ела. Потом еду, собираю свое шматье. Пришли 40 минут к Сезарею, она закрыта. Поэтому мы пришли за пельмешками. Я нашла пельмешки. А я такая еще Роме вчера говорю. Точнее, пишу ему, что ой, я сегодня работаю весь день на показе. У меня, наверное, ничего интересного супер такого не будет. Надо что-то придумать. Какой-то розыгрыш. Каких-то открыток. Пельмешки. Пельмешки. Привет, это Настя. Настя из Полтавы. Настя сидит и думает, где она меня видела, а потом говорит, что у тебя очень незнакомый голос. У нас Миша комика. То, что у нас сейчас сезонно-мамахтелло-шоу уже снято, это такое. А потом я ей сказала об этом, она такая, а то, что я так и смотрела все ваши видео. Спасибо тебе, Настя. Да вам спасибо. Говори, что снимаете такие видео. Да, да, да. Тебя все будут смотреть. Меня? Да, конечно. Господи. Ты сейчас сто подписчиков на Ютубе. Вот я сейчас собираю свой чемодан. Мы переезжаем в другие апартаменты с девочками, я и с девочками. Я жутко уставшая, у меня вообще нет сил ни на что. И как-то все, не знаю, не так радужно. Я надеюсь, что завтра все будет хорошо. И я снова буду себя прекрасно чувствовать. Но пока у меня огромный стресс. Нам нельзя было оставаться в апартаментах. Мы завтра переезжаем в новые. Поэтому сейчас мы ночуем у менеджера нашего. Чтоб вы ничего себе не подумали. Вот фотографии менеджера с его женой красивой. Вот там на заднем фоне спит Клара. В другой комнате Валентина. Все, кто работал сегодня, пронесло. Вот поэтому я уже буду ложиться спать. Всем спокойной ночи. Надеюсь, нас переселят в лучшие даже апартаменты. Надо во всем искать позитив. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. С вами была Крэйзи. Видео про Крэйзи. Аня, пшенухайя. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.